Еврейская традиция в отношениях с родителями и родственниками предписывает придерживаться некоторых правил. Даже если возникают какие-то противоречия, необходимо всегда вести себя тактично, не раздражаться, не дерзить и не допускать оскорбительных высказываний. Тем не менее, конфликты все-таки возникают и требуют решения. Что делать? Стоять на своем или соглашаться со старшими? Убеждать в своей правоте или прислушиваться к мнению других? И что важнее для еврея? Мир в своей семье или мир с родственниками? На эти вопросы мы сегодня просим ответить нашу постоянную гостью, преподаватель института ОРХАЯ Эстер Сеган. Доброе утро, Эстер. Доброе утро, доброе утро. Кто же первичен-то, жена, мама или теща? Ну, наверное, первичен он, который на тещи, на тещи немножечко. Но вообще, конечно, жена. Здесь рассказывают такую страшную историю, ну, немножко о грустном, ложка дегтя в бочке меда, что во время войны в одном из гетто проводили селекцию. И там существовало такое понятие, как семейный паспорт. Туда глава семьи, работающий в концлагере, были иногда возможности подработать там и таких самых сильных и выносливых, рабочую скотину, рабочие силы их оставляли живых. В этот рабочий паспорт мужчина мог вписать одну женщину и двух или трех детей, что-то такое. И когда вот он один такой принес паспорт домой и сидит на кухне и плачет. Мама подходит к нему и говорит, что ты плачешь, сынок? Говорит, завтра будет селекция. Мой паспорт я могу вписать только одну женщину, я не знаю, кого. Мать посмотрела на нее и говорит, я тебя не понимаю. Ты что, не знаешь, что написано в Торе? Да оставить человек отца свою, мать свою, прилепиться к жене своей и станет единой плотью. Даже не думай, пиши ее. Ну, он написал ее, как посоветовала мама. На самом деле страшная история, дай бог никогда никому не иметь такой дилеммы перед собой. Но, в принципе, суть уловлена правильно. Самое главное, конечно, мир в собственной семье. Но ни в коем случае это не значит, что от других родственников, и тем более от своих родителей, можно отгородиться стеной и сказать, теперь я живу здесь, и это моя половина, это моя семья, это мой дом, а вы, пожалуйста, на улицу. Безусловно, что это не так. Просто, когда возникает конфликт, безусловно, надо понимать, что нужно сделать все возможное для того, чтобы вложить именно в то, что называется Шоломбайт, мир в своей семье. Но при этом с родителями надо, конечно, постараться найти общий язык и умиротворить тоже их. Это, в общем-то, не так трудно сделать, если, конечно, с данной стороны у нее какая-то патологическая привязанность к своему единственному чаду, а, как правило, это бывает именно в таких семьях, где один ребенок. Что это мое дитя до сих пор, я хочу продолжать управлять его жизнью, и указывать ему свои взгляды на жизнь, и так далее, и так далее. Иногда очень трудно бороться с этим и дать понятие своим родителям, что, в общем-то, я уже самостоятельный человек, у меня у самого уже внуки скоро будут. Но это если самостоятельный. Если самостоятельный. На самом деле, вы правильно уловили. Бывает так, что ребенок воспитанный в такой семье действительно чушь самостоятельности. Но, тем не менее, на самом деле, я думаю, что, в общем-то, тоже разрешимо. При этом ни в коем случае нельзя, понятно, как сказала Валерия, оскорблять, позволять себе какие-то циничные высказывания или грубости. Более того, есть правило, что точно так же, как своих родителей, так же родители своего супруга, тести или тещи, или свекры, или свекровь, неважно, нельзя даже называть по имени, потому что это считается неуважением. И, как правило, нужно называть его или мама, папа. И само по себе вот это правило он очень воспитывает. Потому что, знаете, человек, он подсознательно начинает реагировать на те импульсы, которые как бы изрыгают его уста. Сначала он говорил, что это, не знаю, какая-нибудь Фейга Ицхаковна. И эта Фейга Ицхаковна был немножечко чуждый элемент в его жизни. А потом он начинает называть ее мамой, мама, мама. И так день за днем, за днем, месяц за месяцем, год за годом. Уже начинает какие-то родственные ощущения возникать. Очень полезно. Кстати, и... То есть в любой момент начать не поздно называть тещу мамой, да? Конечно, в любой момент не поздно. Я попробую сегодня. Тещу мамой, тестью, папой. Некоторые не могут переступить через эту черту. И они называют вот прямо так теща. По-русски это звучит как немножко анекдотично. На идиш, например, это очень красиво. Швер или швигер. Поэтому очень многие стараются называть это на идиш или на иврите. Хамоти, хамы. И начинает как-то уже по-другому звучать. Не так анекдотично, не так оскорбительно. Астер, простите, я перебью у нас времени не так много. Вы упомянули заповедь, что прилепится к жене своей. Это относится к мужчинам только? То есть, например, мама жены, она имеет право вмешиваться в жизнь семьи, в отличие от свекрови? Ну, сами посмотрите, давайте нарисуем такую схему. Он пытается усиленно прилепиться к ней, она постоянно убегает от этого прилепления для того, чтобы прилепиться, юркнуть под крылышко своим родителям. Понятно, что это абсолютно обоюдный процесс. Просто так как у мужчины именно заповедь строить семью и искать свою жену, описано даже, что мужчина обязан в этих поисках стремиться обрести ее, как если бы он потерял драгоценную вещь, и он знает, что где-то она есть, но где-то же я ее выронила, и вот он ее ищет, ищет, ищет. Это заповедь именно на мужчине. Женщина может, в принципе, сидеть и ждать, пока ее найдут. Хотя в наше время век активности женской тоже не совсем все просто. Многие женщины сами начинают обращаться в разные врачные агентства, ищут спутника жизни. Это тоже нормально. В любом случае, так как заповедь, в общем-то, в основном относится именно к нему, поэтому написано, что он должен прилепиться. Но, безусловно, если нет ответной реакции, то это слепление не произойдет. Но она не обязана. Она, так скажем, не так строго обязана. Если женщина осталась одинокой, это ее трагедия, это ее беда, и Тур это не одобряет, но она не может сказать, так, ты нарушила мое повеление. Мужчина, если не женится, это действительно грубое нарушение. Это так. Но, конечно, каждому хочется семью, теплый очаг, теплый дом, детей. Безусловно, мы будем желать нашим телезрителям, чтобы у всех так оно и было. А родителей при этом все равно надо уважать, но не допускать в семейный совет, который в состоянии нарушить какой-то вот этот баланс, гармонию внутри этой новой, молодой, а может быть, уже не очень молодой, пожилой семьи. И так оно бывает. Очень важно, чтобы все-таки семья, она решала совместно, а родители, да бог, будьте нашими гостями, мы вам поможем, мы к вам прислушаемся, но сделаем так, как нужно мне и ей. Но бывают конфликты, когда соблюдение заповедей уважения старших невозможно. Бывают такие конфликты. В такой ситуации, наверное, лучше как можно меньше сталкиваться. Потому что каждое столкновение может, не дай бог, привести к какой-то агрессии, к какой-то грубой реакции. Так лучше реже видеться, но при этом уважать родителей на стороне и таким образом никак не посягать на вот эту самую заповедь. Вот. И еще есть одно важное замечание, которое я хочу сказать. Если конфликт связан с бытом, с какой-то психологической установкой, с какой-то личной проблемой, это то, что мы сказали, все правильно. Если же родители, например, очень строго протестуют против того, что, например, семья начали соблюдать заповеди Торы, в такой ситуации к нему прислушиваться нельзя. Понятно, что не нужно сказать, иди отсюда, Грым задан старый, да? Понятно, что это не так. Нужно очень вежливо обращаться к человеку, но говорить твердо, что в данном вопросе мы даже не хотим слушать ваше мнение. Спасибо. Спасибо большое. Чти отца своего и мать свою, и не забывай о тёще и жене. Мы встретимся через пару минут.